Привет, YouTube! На канале больше 100 тысяч человек, и поэтому в этом ролике я вам расскажу, как мне с нуля за полтора года удалось построить канал, где больше 100 тысяч человек по теме JavaScript. Также я вам расскажу, как я к этому отношусь и что будет дальше. Поэтому давайте начнем с самого начала. Какие у меня были вводные для того, чтобы стартовать данный YouTube-канал? У меня было 7 лет коммерческого опыта в разработке по теме JavaScript, и я успел поработать во множестве типов бизнесов, такие как стартапы, outsource, корпорации и фриланс. Моим преимуществом было то, что я успел поработать практически со всеми фронт-энд технологиями на продакшне, то есть это и Vue, Angular, React, Backbone, AngularJS и даже Node.js. Почему вообще я решил заняться YouTube? Потому что в первую очередь мне был интересен новый опыт и творчество. Плюс я понимал, что я могу сделать что-то свое, и сделать это действительно круто. В этом вы можете убедиться, когда вы находитесь на данном канале. Но более подробно, почему я вообще занялся YouTube и как я к этому пришел, я рассказывал в ролике, и сейчас будет подсказка. Одним из наиболее главных мотиваторов, которые побудили меня создать свой собственный YouTube-канал, была свобода. То есть я хотел и удаленной работы, я хотел путешествовать и заниматься любимым делом. Поэтому, когда я стартовал YouTube-канал, я начинал его на самом деле как бизнес, построенный на селф-бренде. Именно поэтому вы сейчас находитесь на канале, который называется Владилен Минин. На данном канале я решил делиться теми знаниями и тем опытом, которые приобрел за свою насыщенную карьеру. И, в принципе, я занимался тем, что мне нравится, то есть я рассказываю про то, что я хочу, про то, что я бы сам смотрел, и то, что может действительно дать пользу людям. Но, как вы понимаете, существует огромное количество других каналов и других блогеров, которые также рассказывают про JavaScript, снимают обучающие ролики. И почему мне удалось так быстро спрогрессировать с данным каналом, и почему мой контент является востребованным. Сейчас я вам это расскажу, но если у вас есть какие-то идеи, вы можете написать их в комментариях под видео, и мы с вами это обсудим. Но сейчас я поделюсь своим видением того, как это получилось. И все на самом деле построено на принципах и на той технологии, которую я транслирую. Первый принцип, которого я придерживаюсь, это то, что у меня полностью отсутствует вода. Вы можете взять любой мой ролик, пусть он длится и 15 минут, пусть он длится 2 часа или даже 6 часов, ткнуть в любое место ролика, и вы там никогда не найдете воды. То есть, каждая минута моего ролика, она насыщена контентом. Потому что, в первую очередь, я ценю ваше время. И я инвестирую свое время для того, чтобы заранее подготовить материал, дать вам структуру, и дать вам только необходимую выжимку того, что действительно будет полезно. Знаете, не люблю эти трансляции на 2 часа, которые не структурированы, непонятно о чем и так далее. То есть, я в первую очередь люблю полноценную структуру. Второй момент, это то, что весь этот путь я прошел сам. Потому что, как вы знаете, я самолучка, и так же, как и вы, учился на видеокурсах и на роликах на ютубе. Поэтому я создаю тот контент, который мне бы самому был бы полезен, который я бы и сам смотрел. На своем пути обучения я совершил несколько ошибок, в том плане, что я мог бы быстрее прогрессировать. Поэтому, когда я создаю свой контент, я исправил эти ошибки и выдаю вам лучшие материалы, которые действительно могут вам позволить вырасти и стать востребованными специалистами. Третий принцип, это мое видение. Потому что, зачастую, автор берет и транслирует только свои знания, и при этом не стремится развиваться. Один из наиболее важных навыков, которые я смог получить за свою карьеру, это быстро учить какие-то новые технологии. Поэтому, перед тем, как выдавать контент на ютуб, помимо своих знаний, я также анализирую еще огромное количество источников, для того, чтобы вам дать наиболее актуальную и правильную информацию по той теме, про которую вещаю. Четвертый момент, это то, что я никогда не даю готовых ответов. Потому что в этом нет никакого смысла. Когда вы поступаете на работу, и на реальную работу, и вам прилетает какая-то задача, вы не сможете взять, прогуглить конкретно эту задачу и найти на нее ответы, потому что это так не работает. Как это работает в моем случае? Вы можете посмотреть, например, ролик, который длится один час, и понять, как эти технологии совместить. Потому что наверняка вы знаете такую проблему, что можно выучить бесконечное количество теории, понять все прекрасно, как это работает, сесть, писать код, и непонятно, как это совместить. И своими роликами, на самом деле, я не даю вам готового ответа. Я вам даю технологию, позволяющую вам понять, как соединить теоретические знания, как их применить, для того, чтобы на основе этой информации вы могли написать свое собственное решение. Это и называется процесс обучения, поэтому вот такой вот секрет. Ну и пятый момент, очень простой. Я просто обожаю то, что я делаю. Я очень люблю тему JavaScript, весь этот язык, любые технологии, которые я даю на своем канале. И поэтому мне просто нравится это делать. Владилена хлебом не корми, а только дай ей рассказать что-нибудь про JavaScript. Поэтому вот такая вот составляющая. Теперь, значит, как я отношусь к тому, что сейчас на канал подписано больше 100 тысяч человек, а на самом деле зрителей здесь больше 200 тысяч. Конечно, в первую очередь, я очень рад, что так много людей разделяют те принципы, которые я выше перечислил, и ценят тот труд, который я делаю. Это действительно вдохновляет. Но, честно говоря, я не считаю себя каким-то гуру, потому что, в первую очередь, я обычный парень и разработчик, который просто раньше вас смог выучить эти технологии и научился их передавать вам в качестве знаний. Поэтому, скорее, я отношусь к вам как к партнерам. И в чем здесь заключается наше партнерство? Когда я выпускаю ролики, вы получаете с этого массу пользы. То есть вы можете получать структурированные знания, которые быстро позволяют вам вырастать, и вы растете в профессиональной сфере, получаете новые знания и так далее. Я же, в свою очередь, получаю достижение своей давней мечты про свободу и про... которая вообще свобода в принципе во всем. Я работаю удаленно, я занимаюсь тем, что мне нравится, и я занимаюсь творчеством. Плюс я получаю и финансовую составляющую с этого тоже. Поэтому такое партнерство я называю экологичным. И модель у него win-win. Когда выигрываете вы с него, вы с него выигрываете. И я тоже получаю с этого большое количество позитива. Теперь, что будет дальше? В чем здесь заключается идея? В том, что, конечно, в первую очередь, когда я стартовал данный YouTube-канал, я преследовал свои личные цели, чтобы продвинуть свое дело и добиться тех целей, которые я себе поставил. Но сейчас я нахожусь на том этапе, когда я, в принципе, получил достижения. То есть я уже перечислил их выше. И теперь я чувствую определенную потребность сделать что-то большее. Большее, что выходит за рамки меня. Именно поэтому сейчас я хочу, чтобы мои материалы стали основой нового движения, которое позволит серьезно и качественно улучшить сферу IT-образования, пока что еще на русском языке. Потому что тот подход, который я даю, он действительно зарекомендовал себя как рабочий. Ваши отзывы и комментарии говорят намного красноречивее, чем любые мои слова, которые я произнесу. Я хочу, чтобы на моих материалах и на тех материалах, которые разделяют те принципы, которые я выше перечислил, вырастали крутые, востребованные, осознанные специалисты, которые действительно круто прогрессируют. И у меня нет цели продержать вас как можно дольше в обучающем процессе, как это делают множество обучающих школ, которые сейчас существуют. Потому что здесь вы должны понять один очень простой принцип, что ваш успех напрямую влияет и на успех той игры, которую я сейчас затеял. Потому что чем больше будет успешных студентов у меня, тем лучше будет расти то движение, которое я сейчас затеваю. Поэтому я в любом случае буду рад любым единомышленникам, которые присоединятся к всему тому, что я сейчас перечислил. Потому что я думаю, что на основе этого фундамента, который я сейчас заложил, мы сможем сделать действительно что-то крутое. Мы сможем улучшить сферу образования через действительно конкурентные и качественные материалы. Поэтому, друзья, всем спасибо за внимание. Я очень рад вашему вниманию и поддержке, которую вы оказываете. И присоединяйтесь к вот этой глобальной интересной игре, которая сейчас будет происходить. До встречи!